Добрый вечер! Вы смотрите итоговый выпуск Вести Молдова, студия Олеся Кайряк. Для начала коротко о главных событиях нынешнего четверга. Нас ждет рост тарифов и повышение пенсионного возраста. Опубликован меморандум соглашения Молдовы с МВФ. Вмешательство Румынии в дела Молдовы было как минимум неэффективным, а идея объединения настроила жителей Молдовы против Румынии. Откровение Клауса Йоханнеса. В пять раз могут повыситься цены на консультацию врачей-специалистов. Молдфест Рампа-2016 будет. Его создатель Юрий Хармелин намерен посетить фестиваль. А теперь все это и многое другое подробно. Опубликованы соглашения Молдовы с МВФ. В документе обозначены условия, которые нужно выполнить молдавским властям для реализации реформ. Среди них увеличение пенсионного возраста и повышение тарифов на электроэнергию. Документ, опубликованный на сайте МВФ в Молдове, содержит анализ текущего состояния молдавской экономики и проблемы, с которыми она сталкивается. Говорится в нем и об этапах внедрения реформ, которые обязалась выполнить наша страна, а также о критериях оценки реализации этих обязательств. В меморандуме также сказано о необходимости увеличения возраста выхода на пенсию, что, по мнению авторов документа, будет способствовать долгосрочной устойчивости пенсионной системы. Власти Молдовы взяли также на себя обязательство исправить накопленные отклонения в тарифах энергетических компаний через дополнение к тарифам и сгладить эффект повышенных тарифов на энергию для малоимущих путем выделения адекватных ресурсов в бюджете. Напомним, 7 ноября исполнительный совет МВФ одобрил трехлетнюю программу финансирования для нашей страны. Молдовы получат около 180 миллионов долларов. Документы подписали премьер-министр Павел Филипп, глава Нацбанка Серджио Чокля, министры экономики и финансов Октавиан Калмык и Октавиан Армашу. Новый меморандум с МВФ был подготовлен в тайне от граждан Молдовы и носит откровенно антинародный характер. С таким заявлением выступила наша партия. В опубликованном на сайте политформирования документе говорится, что положение этого меморандума усугубят и без того нетерпимое положение большинства населения. Наша партия расценивает разработку меморандума с МВФ как открытую поддержку международными финансовыми организациями коррумпированных властей Молдовы, говорится в заявлении. Наша партия считает неприемлемыми как секретный нетранспарентный характер разработки и принятия меморандума с МВФ, так и само его содержание. Те, кто составлял и утверждал этот меморандум совершенно оторванный от реальности, не понимают, как и чем живут наши люди. Продвигаемая ими политика только усугубляет и без того нестерпимое положение большинства населения. Такой курс проводится в интересах узкой криминальной группировки, которая выжимает из страны последние соки. Жаль, что это делается при попустительстве и под прикрытием МВФ. По мнению авторов заявления, подобным экспериментам над народом пора положить конец. И добиться этого можно только через досрочные парламентские выборы и формирование новой власти. Избрание президентом США Дональда Трампа вызвало волну предположений, изменится ли внешняя политика страны, если да, то каким образом. Молдавские эксперты разделились во мнениях. Одни считают, что тон задан и останется неизменным, вторые полагают, что возможно потепление между Соединенными Штатами и Россией. Это снизит накал и отразится на процессе Приднестровского урегулирования. Из положительных нужно отметить тот факт, что снижается накал страстей, снижается уровень напряжения в регионе. И возможно конфликты, которые существуют у нас, будут решаться менее милитаризированным путем, что конечно не может не радовать. Все-таки среди отрицательных моментов возможного потепления отношений нужно отметить определенную настороженность, которая существует и в молдавском обществе, связанная с тем, что когда ослабляется один геополитический полюс, то второй геополитический полюс неминуемо начинает прессинговать. В регионе имеется в виду, что возможно навязывание решений Приднестровского конфликта, который не совсем устраивает Кишинев. Мы уже видели в этом году такие попытки и очень не хотим, чтобы такие попытки и впредь продолжались. Соединенные Штаты это не наши легкомысленные власти, которые сегодня остались одной ноги, принимают одно решение, завтра с другой принимают другое решение. И каждый день начинают с каких-то скандалов, интриги, расследований. У США есть своя политическая линия, которая разработана не вчера и не нынешним президентом, и не тем, кто придет на его смену. Поэтому ожидать резких изменений в нашей жизни со стороны американского посольства или американских властей я не вижу. Об унионизме и ошибках его поборников высказался президент Румынии Клаус Йоханес. Он принял участие в дебатах под названием «Политика. От теории к практике». На данный момент это не более чем лозунг, а не полноценный политический проект, заявил румынский президент. Желание об объединении должно исходить от жителей обоих государств, считает Клаус Йоханес. На данный момент территории Молдовы и Румынии находятся под международной юрисдикцией, потому диспуты бессмысленны. «Происходили многочисленные движения. Я назвал их квази-унионистскими. Они заявили, что помогут объединению, а в действительности, мы видим сейчас, на выборах, многие из них и многие действия не сделали ничего другого, кроме как отдалили молдаван от Румынии и разозлили их», – отметил президент Румынии. «Мы проанализировали, что произошло с отношениями между Румынией и Молдовой, начиная с 90-х годов и до сего времени. Мы пришли к выводу, что наше вмешательство в дела Молдовы было как минимум неэффективным. Неоднократно вместо того, чтобы помогать Молдове, учреждениям, партиям, мы помогали людям из Молдовы, которые иногда показывали хорошие результаты, но иногда предлагали нелепые политические проекты. Тем не менее, проект объединения Йоханес считает осуществимым при условии согласия двух народов». Для второго тура президентских выборов отпечатано на 23 тысячи бюллетеней больше, чем для первого. Их направят на 30 участков для избирателей Левобережья, еще на 4 за рубежом. Увеличение количества бюллетеней связано с запросом граждан, прописанных в восточных районах страны. Дополнительные бюллетени также отправят в итальянский город Феррара, в столицу Эстонии Таллин, на избирательные участки Вильнюса и Риги. Всего для воскресного голосования были напечатаны 3 миллиона 165 тысяч 636 экземпляров бюллетеней. Кандидат от партии «Действия и солидарность» Майя Санду провела пресс-конференцию в столице перед памятником Штефану Великому. Она пообещала в случае победы очистить госаппарат от воров и нечестных людей. Одновременно Санду настроена отыскать украденный миллиард. О ходе поисков кандидат будет сообщать в случае необходимости ежедневно. Майя Санду также призвала жителей Молдовы принять участие в организации «Желтого кода». Вы все можете участвовать в создании «Желтого кода» в этой стране. Он такой же, как эта осень. Красивая и желтая, такой же должна стать страна в следующие дни. На воротах, на дверях, везде повесьте желтые ленты. Ставьте желтую айву, если хотите, чтобы все эти воры узнали, как нас много. Афишайте панглич галбене, пунете гутуи галбене, если хотите, чтобы все эти воры узнали, как много мы. Очередная встреча двух кандидатов в президенты состоится завтра вечером на телеканале РТР Молдова. Избирательная кампания по выборам президента подходит к концу. Как всегда, в ней было много геополитики и обещаний. По словам автора и ведущего программы «Пятница с Анатолием Голи», выходящей на нашем телеканале, он постарался это учесть в последней передаче перед выборами. В пятницу вечером Анатолий Голи вместе с Игорем Дадоном и Майей Санду подведут итоги кампании. По большому счету, ставки уже сделаны, и это будут последние телевизионные выступления кандидатов перед голосованием. Скорее, это даже не дебаты, а возможность спокойно обсудить проблемы страны, чтобы в последний вечер перед завершением кампании попытаться хотя бы создать избирателям настроение, для того, чтобы они в воскресенье захотели идти на выборы. Не пропустите завтра в 19.00 программу «Пятница с Анатолием Голи» на нашем канале. Продолжаем выпуск. Наиболее распространенными проблемами, с которыми сталкиваются гастарбайтеры в Москве, постановка на миграционный учет, разрешение на работу и легализация получения гражданства. Одна из организаций, которая помогает их решить – Центр правозащитник. В месяц с него обращаются от 200 до 300 выходцев из Молдовы. Практически неразрешенными случаями правозащитники считают те, что связаны с экстрадицией. На данный момент молдавские власти не ответили ни на одно обращение организации. Много граждан обращаются лично ко мне, их родственники, в первую очередь экстрадиция. То есть это те, кто уже совершил правонарушение на территории России? Правонарушение на территории России и желают отбывать срок наказания на своей родине. К сожалению, я обращалась официально в Минюст, в Министерство МВД. Никакого ответа я не получала. Если взять в среднем в течение месяца, ко мне обращаются более 10-15 обращений к гражданам. О молдавских врачах, объединившихся, чтобы помочь соотечественникам в упрощении правил для регистрации мигрантов, смотрите в воскресенье в 19.15 в программе «Вести недели Молдова». Что еще происходило сегодня в Молдове, узнаем из следующего обзора новостей в рубрике «Короткой строкой». Европейский банк реконструкции и развития выделит нашей стране 10 миллионов евро для реализации проекта «Воды севера Молдовы». Он предусматривает финансирование работ по модернизации водопроводных сетей в населенных пунктах Сарокского, Дрокиевского, Флорешского, Рыжканского и Санжирийского районов, а также муниципе Бельцы. От реализации проекта выиграют около 400 тысяч граждан севера страны. Соглашение между Республикой Молдовой и Европейским банком о предоставлении гранта накануне одобрил Кабинет министров. Также в целях охраны окружающей среды правительство утвердило национальную стратегию по управлению радиоактивными отходами на 2017-2026 годы. Документ призван обеспечить благоприятные условия для безопасности радиационной деятельности, соответствующей международным стандартам. Молдавская продукция дорожает, а экзотические фрукты, напротив, дешевеют. По данным Национального бюро статистики, в прошлом месяце больше всего подорожали помидоры, почти на 60%. Примерно вдвое выросли в цене арбузы, дыни и кабачки, а стоимость огурцов увеличилась на четверть. В то же время в октябре подешевели цитрусовые и экзотические фрукты, в среднем примерно на 15 и 10% соответственно. За 9 месяцев текущего года инфляция в Молдове составила 2,5%. Это вдвое меньше прогнозов Национального банка. Визит к врачу может подорожать. Министерство здравоохранения в 5 раз повысит максимальные тарифы на консультации врачей-специалистов. Новые поправки в законодательство разработаны по требованию больниц. Медики заявляют, что старые цены не покрывают расходы в медучреждении. При разработке новой тарифной сетки учитывались расходы на содержание больниц, покупку лекарств, реагентов и расходных материалов. В ведомстве считают, что новые изменения улучшат качество медицинских услуг. Новые тарифы в скором времени будут представлены правительству на утверждение. Порядок ввоза нефтепродуктов через восточную границу Молдовы будет изменен. До 31 декабря этого года на пропускном пункте Бендеры-2 таможенная служба на временной основе займет с таможенным оформлением нефтепродуктов, ввозимых через пункт пропуска Новосоветской Кучурган. Такое решение приняло правительство. Решение было принято в связи с обращением компаний с правого берега Днестра, занимающихся импортом нефтепродуктов. Правительство считает, что эта мера позволит обеспечить контроль над снабжением топливом Молдовы, включая Приднестровский регион. Продолжаем выпуск. Правительство утвердило несколько поправок к законодательству о защите детей, находящихся в ситуации риска. Ужесточен также Уголовный кодекс. Поправки расширяют полномочия органов опеки и ужесточают наказания для родителей, которые не соблюдают права детей. Документ предусматривает привлечение к ответственности родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по воспитанию и образованию ребенка. Согласно поправкам, дети имеют право на получение компенсации за причинение материального или морального ущерба, телесных повреждений, ущерба здоровью или за нарушение прав личной собственности, за насилие, пренебрежение, эксплуатацию или уклонение родителей от осуществления родительских обязанностей. И еще одна новость в завершении. Очередной праздник для любителей театрального искусства. 17 ноября в Кишиневе откроется очередной международный фестиваль камерных театров и спектаклей малых форм maltfest.rampa.ru. В нем примут участие коллективы из 13 стран и, возможно, сам основатель фестиваля, руководитель театра с улицы Рос Юрий Хармелин. Сейчас он находится на лечении в Израиле и, несмотря на тяжелую болезнь, собирается даже сыграть в спектакле. О том, как чувствуют себя режиссеры, какие сюрпризы ждут гостей фестиваля, в репортаже Ольги Гриненко. Это уже восьмой по счету фестиваль maltfest.rampa.ru. Первый состоялся в 2009 и сразу же стал одним из главных событий в международной театральной жизни. В этом году в молдавскую столицу свои лучшие постановки привезут творческие коллективы из 13 стран, в том числе и Израиле, где сейчас находится на лечении руководитель театра с улицы Рос, основатель maltfest.rampa.ru Юрий Хармелин. Несмотря на тяжелую болезнь, он полон оптимизма, говорят коллеги. Он рвется прилететь на открытие фестиваля и даже сыграть 22 ноября в спектакле. Он запрещает менять пока это время на какой-то другой спектакль. Все зависит, конечно, от его состояния, потому что сегодня только отключат ему капельницу, второе вливание. Они вливают по 44-50 часов эти капельницы. И все зависит, конечно, от состояния, какие побочные эффекты и как он будет себя чувствовать. Что касается программы фестиваля, то она, как всегда, насыщенная. Каждый день в течение недели будут проходить сразу несколько спектаклей. Из-за малых размеров помещения театра с улицы Рос, некоторые постановки будут идти параллельно на других площадках. Maltfest.ram.ru организаторы называют в театральной лаборатории, где не победители и проигравшие, а диалог и объективная критика. На фестивале не будет ни победителей, ни проигравших, ни первых мест, ни гран-при, ничего. Все спектакли показываются ради развития, ради обучения, ради перенимания опыта, навыков, обогащения профессии. Помимо спектаклей, фестиваль предусматривает неформальные встречи и мастер-классы. Подробнее ознакомиться с его программой можно на сайте www.teatre.md. Таким был этот день. Еще больше информации о происходящем в нашей стране и мире вы можете узнавать круглосуточно на сайте нашего телеканала rtr.md. Я же Олеся Горяк, на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова